Здравствуйте! Эфир ТСВ продолжает программу «Экспертное мнение». В студии работают Дина Королёва и Александр Бабак. Ну и, собственно говоря, мы, как и, наверное, весь мир, в эти дни готовимся к встрече Нового года. Да, кто-то ёлку уже, наверное, купил. Пора уже. Пора, да. Кто-то уже почти составил новогоднее меню и почти подобрал наряды. Но всё это почти только потому, что есть нюансы. Нюансы астрологические. А что нам скажут астрологи о будущем 2022 годе, мы узнаем у Елены Роженко. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Елена, ну вот всегда хочется спросить, каким будет следующий год не в плане конкретики, а вообще лёгким, тяжёлым. Мы привыкли к тому, что по итогам в новогоднюю ночь президент всегда говорит, этот год был тяжёлым. Но следующий, мы надеемся, будет лёгким. Скажите, какой будет следующий год и стоит ли вообще вот так вот разделять на лёгкий или тяжёлый? Вы знаете, хоть год Тигры начинается с 1 февраля 2022 года, и для нас, для Тирасполя, в 17.10. А почему именно в 17.10? Почему не в 5 часов? Восход Луны, потому что это лунная система. Это второе новолуние зимнее, и как раз начинается Новый год по восточному календарю. Но мы его встречаем первоначально, с 1 января, мы уже знаем, что это год Тигра. И вы знаете, есть система, вот, например, система управления, которая накладывается на то, что стихии года — земля, металл, вода, дерево и огонь. Вот 20-й и 21-й год — это был металл. А металл, он даёт как бы застой в том, что мы заработали за все вот эти вот землю, воду, дерево и огонь. И мы как бы уходим от этого металла и приходим к воде. Да, конечно, 22-й год, он, так как год Тигра будет рождён во вторник, а это планета Марс, он, особенно первая половина года, ну да, первые 6 месяцев, будет непростыми. Но могу успокоить, что это будут фантомы. То есть, да, накал металла ещё останется, но уже придёт... Это, скорее всего, пандемия, да, можно сравнить с этим? Потому что два года у нас, кроме как с пандемией, больше никак не ассоциируется. Да, да, конечно. Конечно, говоря, вода всё делает, потушит, и мы, в принципе, можем рассчитывать на то, что звёзды нам говорят о том, что пандемия у нас всё-таки закончится. Обнадёжьте нас. Конечно. Вообще звёзды говорят, что весной придёт обновление. И с весны уже начнутся новые процессы. Вообще, вот этот год, если брать по восточному календарю, это год предков, почитание предков, получение новых знаний. Это как небесная вода, которая спускается с новыми знаниями. Ага, то есть мы окунёмся полностью в новые знания Вселенной. Правильно? Да. Нам подарят эти знания. Нам подарят. А я вот читал, что я рыбы по гороскопу, и знак зодиака водный, то, что вы сказали, первая половина года, она водная стихия, вот те знаки, которые водные стихии, вот у них будет особый успех. Мне в это хочется верить. Именно так и будет. Только у водной стихии, только у знака водной стихии будет особый успех. Подождите, я тоже хочу успеха. Нет, будет успех у огненных знаков. Но на самом деле каждый человек, он должен составлять свой индивидуальный гороскоп, потому что никто не знает, как располагается. Вроде бы, вот, например, я родилась в год огненной лошади, но у меня столько ещё дополнительного, что огонь, он не самый главный в моём случае. Поэтому это в любом случае всё индивидуально. И если пишут просто, что водным знаком повезёт, да, конечно, повезёт. Но если вы истинно водный знак... Вот так вот. Ну ладно, я хочу верить, что повезёт. Елена, у нас, вот, разрешите, пожалуйста, наш спор. Мы, собственно говоря, когда готовились к программе, вычитали в разных источниках, что у нас водяной тигр, но кто-то пишет, что это чёрный водяной тигр, а кто-то пишет, что это голубой водяной тигр. Какой тигр к нам идёт? И что это значит, вот это вот цветовое различие? Это на самом деле чёрный водяной тигр. Ну, во-первых, вот после металла, такого жёсткого металла, не может быть просто голубым. Голубой — это лёгкий, это лёгкая мудрость, например. А чёрный — это глубина. Он и чёрный, и синий. Мы сначала погрузимся в глубину знаний. Мы должны служить этим знаниям, набирать их терпеливо для того, чтобы, когда придут дракон и змея, они придут как бы в знаке дерева. Это вы уже говорите про следующие годы, да? Да, да. Вот тогда начнётся весна, начнутся рассветы. Расцвет везде, не только у нас. То есть, как я понимаю, мы сейчас вот так вот спустились вниз и как раз дошли до этой точки, когда время подниматься уже наверх. То есть правильно говорят астрологи о том, что два предыдущих года — это был своего рода фундамент, базис, который станет, скажем так, точкой движения вперёд. Но, правда, я так и не поняла. Вот вы сейчас разъяснили, что это движение вперёд, это новые знания, это обновления и всё тому подобное. Но и при этом астрологи говорят о том, что мы создаём сейчас вот в эти два, три, четыре года серьёзный задел на будущие десятилетия, если не на века. А вы что скажете? Это вот прям всё так серьёзно у нас? На самом деле мы 20... То есть вот в 12-м году был переход очень серьёзный, который мы, можно сказать, прошли 21-го, 12-го, 2021-го года. С чем вас и поздравляю. Мы уже в новой реальности. И да. Мне вот интересно, мы в новой реальности, а сколько ретроградных Меркуриев нас ждёт в следующем году? В следующем году. Плохое что? Ничего плохого не будет? Все говорят, что если ретроградный Меркурий, во всяком случае на него списывают все неудачи, поломки. Тигр, он же такой достаточно своенравный хищник. Ну вот как его задобрить, как себя вести в этом году? Ну, тигра... Этого тигра именно задобрить тем, что тигр, он традиционен, он очень соблюдает традиции. И так как я вначале сказала, что это год предков, его можно задобрить именно поминанием предков, обращением к предкам, помощью какой-то своим родителям, те, кто живы и здравствуют, и отцу, и матери, и всей семье. То есть соблюдение традиций. Вот это будет очень ценно для тигра. Традиции, и, собственно говоря, традиции всегда на Новый год у большинства – это собраться за огромным семейным столом. Алена, а что должно быть на этом столе? Только очень коротко. Самое главное, что любит тигр, как никто другой – это элементы роскоши. И если есть какое-то блюдо, фуа-гра, трюфеля, икра, вот это всё задобрит тигра, естественно. И какая-то роскошная посуда, какой-то роскошный аксессуар на вас, блюдо, которое вы раньше, может быть, никогда не готовили, но решили сделать какое-то роскошное блюдо. Вот это будет, ну, конечно, мясо. Самое главное, да, что мы получили хороший прогноз. Надеемся на то, что действительно всё сложится лучше, по крайней мере, чем было в предыдущие два года, и тигр будет благосклонен к нам. Спасибо вам большое. Спасибо. С нами на связи была астролог Елена Роженко. С наступающим вас праздником. Вас тоже с наступающим. Всего самого хорошего, и пусть тигр будет мягким, пушистым и замечательным. Спасибо. Продолжим тему угощений и поговорим с главным технологом вкусного мира Оксаной Лопушанской. Здравствуйте, Оксана Юрьевна. Здравствуйте. С наступающим Новым Годом. Спасибо большое. Это как раз наша тема, ну, и ваша в том числе. Мы говорим о праздничном столе. Меню мы знаем, что у вас огромное. А вот хотели бы узнать о трендах в этом году. Вот смотрите, раньше было удобно, что стол прям должен валиться от угощений, но постепенно люди отходят от этого, ближе такое к эстетике, чтобы было более красивое, более полезное. Вот вы уже видели заказы на этот год. Чему отдают предпочтение? Это все-таки те же классические майонезные салаты или все-таки вот что-то уже более... И может быть с учетом того, что тигр у нас, следующий год тигра, тоже какое-то веяние есть. Расскажите нам об этом. Ну, как вы уже сказали, ассортимент у нас огромный, поэтому каждый выбирает, как ему нравится. В общем, свое меню наши заказчики составляют довольно разнообразно. Это и сложные блюда, приготовления, которые самим дома не хочется заморачиваться, готовиться, и вкусная, полезная, самая простая еда, которую хотят видеть на своем столе, что каждому нравится. Хорошо. А вот из того, что, как вы сказали, не хотят дома заморачиваться, это что? Утка с каким-то соусом, фаршированная рыба, курица, что это? Да, это фаршированные куры, рыбы, это различные мясные рулеты, это салаты сложного приготовления, это также на гриле блюда, салаты различные, там где-то требуется особенная, скажем так, технология, которую дома не у каждого есть возможность приготовить, у нас есть. Ну вот смотрите, я знаю, что год быка был, например, и все говорили, нельзя на стол класть там говядину, будет плохой год. Ну, тигра, понятное дело, что мы его не едим. Что это тогда в год тигра нельзя класть на стол? Или тут уже в зеленый свет всему? Да, я думаю, да, зеленый свет всему, все, массу, кто во что, кто что больше любит, кому что больше нравится, и полуфабрикатов также очень много заказывают, ну, чтобы первого числа не бежать в магазин обратно, а что-то достать и быстро приготовить. Кто что любит, так и себе и готовит. Мы, конечно, стараемся угодить всем, и подход у нас индивидуальный к каждому клиенту. Можно тогда об индивидуальном подходе? Я обожаю десерты. Простите меня, пожалуйста. Можете назвать топ-5 ваших самых заказываемых десертов? На что сейчас? На какое сладенькое напираешь? Конечно. Самое, что больше всего заказали, это блинчики с вишней, потом тирамису, потом желе, и желе в тортах, и желе в стаканчиках, и панакотта тоже, и тортом, и в десертах, ну, в стаканчиках каждому порционно. Вот, потом же тортики с новогодним оформлением. У нас в этом году кондитерский цех разработал шикарное оформление такое, ну, и скромно, и со вкусом, и все, что каждый любит, и очень красиво. То есть я могу, подожди, я должна задать этот вопрос, то есть я могу заказать у вас свой любимый торт нежности, получить его с какой-то фигурной елочкой? Ну, вот по поводу любимого торта нежность, нет, у нас, ну, другие торты предусмотрены, тоже не менее любимые, такие, как Медовик, Наполеон, Красный бархат, вот, хит этого года был, поэтому мы выбрали из того, что более всего люди заказывают, и так вот составили свое предложение. По-моему, мы слишком рано перешли к сладкому, давайте с основными блюдами разберемся. Оливье, ну, это символ Нового года, действительно ли он в топе по заказам, или, возможно, люди стараются готовить его дома, там, каждый по своим рецептам, вот, вы как это видите? Ну, да, у нас есть заказанный оливье, и столичный салат, так же само тоже, как альтернатива, но сказать, чтобы этого было очень много, нет. Все-таки, наверное, либо люди уже переходят на более красивую, эстетичную подачу блюд, чем на, ну, просто оливье, наверное, каждый дома себе делает. Хорошо, вот вы сказали, что люди переходят на более эстетичную еду, а вот за время работы в Кусномира, вообще как-то прослеживается, есть ли такое, что у людей меняются предпочтения в еде, и насколько сильно это видно? Как вы считаете? Видно? Или мы все придумываем? Ну, за эти годы, за эти годы, стало питание наших людей более здоровым, уже не гонятся за какими-то там, ну, чтобы это было красиво, и много химии, люди смотрят, ну, у вас читают состав, и чтобы это было из натуральных продуктов, пускай это будет не, ну, не сильно большой там состав, но чтобы это было, ну, масло сливочное, так масло сливочное, а не каким-нибудь там, ну, то есть, химическим сливкам предпочитают натуральные продукты, вот. А вы заметили, как меняется тенденция, вот, заказы к Новому году, и после Нового года, блюда становятся легче, менее калорийными, может быть, менее нарядными, вот есть, вот, разделение, потому что понятно, что в Новый год хочется показать прям вот все, все, что есть лучшее, а дальше? На Рождество, да, уже все стараются покушать более, что попроще, то есть, это голубцы, это вареники, это калачи, и потом уже идет на убывание, то есть, после Рождества, все стараются, если есть, ну, когда есть заказы, заказывают, в основном, что-то легкое, те же самые легкие салаты овощные, и если даже мясные, то только не майонезные. Считают калорию уже, да, позволили себе лишнего в празднике. Да, да, что-то отварное, запеченное, ну, в таком. Хорошо, а скажите, пожалуйста, Оксана Юрьевна, ваши повара, сейчас у них есть минутка отдыха, потому что даже выйти на связь с вами, это было вот прям проблематично, мы поняли, что вы работаете в цеху, а что же ваши люди? Да, у нас сейчас как раз самая горячая пора, все на работе, все при деле, мы даем, ну, вторая смена наша отдыхает еще, но с 30 и 31 числа обе смены на работе, это будет, скажем так, очень жарко, как говорят повара. То есть, я правильно понимаю, что вкусномер будет работать до последнего клиента и до доставки последнего блюда из всего сонма заказов? Да, да, конечно, пока мы не убедимся, что каждый наш заказчик получил, забрал свою еду и себе уже дома накрывает стол, только тогда мы закрываем дверь и уходим. Прекрасно. Прекрасно, да, спасибо вам огромное, мы просто уверены в том, что все ваши блюда люди оценят по достоинству и хорошего вам вкусного Нового года. Красивый новогодний стол это половина успешного праздника. Важно, чтобы еще и хозяева и гости блистали в красивых одеждах, были, как говорится, в тренде. Да, в чем же встретить Новый год? Несколько советов, как выбрать праздничный наряд, даст наш модный эксперт Настя Василькова. Настя, ну вот смотри, сам по себе тигр роскошен и наверняка у многих девушек найдутся, к примеру, леопардовые лосины. Вот стоит ли удивлять в новогоднюю ночь тигр это оценит? Тигр оценит, ему, безусловно, будет приятно, что вы пытаетесь ему подражать, но так как у вас до сих пор не вырос хвост, то и не стоит с ним, конечно, тягаться по части роскошного внешнего вида. Вам его не переплюнуть и не перепрыгнуть. По скорости он вас точно обгонит. Все, что вы можете сделать, это ослепить его своим нарядом, а значит, обратить внимание на самые яркие фактуры в вашем гардеробе, использовать яркие пайетки, бархат и бахрому. Ну, ослепить, это такое опасное слово, главное, чтобы твой наряд был не ярче, чем елка, которая находится на празднике. На самом деле, если мы говорим о пайетках, то тренд этого года это золото и серебро, в любом случае металлизированные какие-то фактуры, и сейчас самые популярные пайетки, которые, по сути, как какая-то голограмма, переливаются всеми цветами радуги. И тогда вы можете составить достойную конкуренцию елке. Не бойтесь потеряться на ее фоне. Наоборот, вы запишите потрясающие истории для своего инстаграма, потому что на всех этих чешуйчатых пайетках будут отражаться огни с елки, и вы будете в очень выгодном свете в прямом смысле этого слова. То есть все, по идее, должно в новогоднюю ночь сверкать, буквально. И причем разными фактурами, насколько я понимаю. Да, абсолютно верно, потому что мы из-за пандемии душа истосковалась по празднику. Она истосковалась по гостям, она истосковалась по нарядам, по такому проявлению себя, поэтому даже для дома не пренебрегайте какими-то такими действительно нарядными вещами. Позвольте себе убрать домашнюю мягкую одежду куда-то на полку А пижамная вечеринка, ну, если ты дома встречаешь, почему бы нет? Или пижама должна быть только с люрексом? Новый год, это же домашний праздник. Или со стразиками? Как? На самом деле, пижама может быть какой угодно, конечно, когда она такая вечерняя. Кстати, пижама может быть и с перьями, поэтому перья — это тоже супернарядный вариант. И если мы говорим о цветах... Если мы говорим о женском наряде, давай, наверное, сделаем акцент еще на этом. Да, если мы говорим о женском наряде... Мужчины тоже могут быть в перьях. Мужчины могут взять буа и гриво завернуться, и наверняка тогда привлекут тигра, потому что тигр будет охотиться, мне кажется. Он увидит дичь, увидит птицу. Да, и, собственно говоря, сумеет мужчина защитить свой очаг. Ну вот смотри, у нас есть... Может, он будет отвлекать на себя хищника, и как бы его семья будет безопасна. И спасет свою тигрицу. Смотри, у нас тигр, он еще и с прилагательными — голубой водяной тигр. Стоит ли делать акцент на вот этих вот описаниях в цвете? То есть цвета какие все-таки актуальны? Пайетки же тоже вот рекомендованные тобой, они же тоже бывают разных цветов. Да, что-то такое синий-голубой. Конечно, да. Пайетки бывают разных цветов, и, конечно, если мы говорим, например, о черных пайетках, это очень актуально. Тогда даже обратите, если мы говорим о женщинах, если вы выбираете платье из черных пайеток, то в длине мини будет смотреться очень хорошо. Если мы говорим о перьях, то черные перья плюс черное платье плюс максимум длина — это тоже будет замечательно. А тигр водяной и голубой, поэтому все, что голубого или серебряного оттенка тоже будет предпочтительно. Институт цвета понтон уже определил цвет 2022 года. Это цвет Very Perry, который представляет из себя смесь лилового и сиреневого. И, как заявили в институте, это цвет, который настраивает нас на перемены и дает нам силы эти самые перемены принять, пережить, переварить. Не только оливье в этот Новый год, но и перемены, которые нас ждут с наступлением, конечно же, нового сезона, Нового года. Слушай, ну тигр — это же еще и полоски. Полоски можно? Да, тигр — это полоски, поэтому все асимметричные наряды с необычными вырезами, где происходит какая-то имитация, они тоже подходят. То есть асимметричный крой, он остается в тренде. И, кстати, вернулся бархат в огромном количестве, в разных цветах. Если у вас есть в гардеробе бархатное платье, которое вы купили 3-4 года назад, смело доставайте, это очень актуально, очень модно, и можно даже не покупать новый наряд. То есть, если я не ошибаюсь, тогда вот суммирая все, что ты до сих пор рекомендовала, бархатный сюртук для мужчины в новогоднюю ночь, это будет великолепно. Слово сюртук меня смущает, мы отправляемся куда-то в 19-й век. Ну, слушайте, я вспомнила немножечко классику. Давайте так, бархатный пиджак из бархата. Да? Ну, сейчас один из самых вообще модных материалов в этом сезоне, в будущем 2022 году, это вельвет. В такой вот, в рубчик, да, как говорят. То есть возвращается вельвет, он возвращается и в мужской, и в женский гардероб. Поэтому, если мужчина хочет надеть на себя в новогоднюю ночь вельветовый пиджак, почему бы и нет? А если у него есть такой костюм Деда Мороза, то он тоже будет стрендить. Я думаю, что не ошибешься, если наденешь в год тигра, в новогоднюю ночь костюм тигра. И не надо ничего придумывать. Это, по-моему, самое легкое решение, особенно для мужчин нарядиться в костюм тигра и... И порычать. И порычать, и быть, как говорится, во всеоружии. Еще какие-то детали для мужского гардероба, Настя? Ну, что касается на самом деле домашних вечеринок, то, если вы замечали, бич вообще всех этих вечеринок домашних, когда на общих фотографиях в полный рост все стоят в носках и колготках, да? То есть мужчины в носках, женщины в колготках. И никого это не украшает, потому что женщины прибиты к земле, к ковру, если ковер есть на полу. Вот. Построитесь хотя бы для фотографий, обязательно обуться, будет гораздо красивее смотреться. фото у елки, например, все с семьей никогда все будут, ну, вот я сказала, да, обычные капроновые колготки, там, обычные носки. Конечно, если это стилизованные новогодние носки со смешными надписями, с оленями, с какими-то там пожеланиями, тогда это, конечно же, оправданно. Или, опять же, это пижамная вечеринка. Но постарайтесь все делить внимание обуви, это касается и мужчин, и женщин. Что касается мужчин, то, конечно же, никто не отменял рубашку, это всегда красиво и хорошо. Хотя свитер с оленем, при определенном формате, он тоже будет и местным. Ну, возможно. А что по поводу аксессуаров? Какие-то особенные предполагаются? Вот на что стоит обратить внимание и женщинам, и мужчинам? Так, если мы говорим о домашней вечеринке, то, конечно, аксессуары там, ну, пожалуй, не имеют такого большого значения, утилитарного, потому что все, если вы приходите в гости со своим салатом, то понятно, что у вас там аксессуар будет в виде какой-то серьезной сумки. Вот. Если вы отмечаете где-то, и у вас такой вечерний формат, то из-за того, что все советуют очень яркие наряды в этом году, аксессуары должны быть очень сдержанными. То есть никаких кричащих украшений, лаконичные сумки. Это может быть клатч у женщин, да, какой-то, но тоже достаточно сдержанный. Если у вас платье в пайетках, нет смысла брать инкрустированный камнями, стразами, какой-то минодиер, да, минодиер, это такой жесткий клатч маленький. Вот. Что касается мужчин, то сейчас огромное количество вариантов, и, наверное, мужчины больше всего приглядывают рюкзаки, мне кажется. Это самый такой практичный вариант, но это не аксессуар, ты в гости с рюкзаком и сидишь за столом вместе с ним. Настя, на самом деле советов очень много. Самое главное украшение человека, я думаю, это его улыбка и хорошее настроение. Если с ним прийти на праздник, то неважно, какой у тебя образ, какой у тебя, во что ты одет, праздник удастся и все будет замечательно. Спасибо тебе большое. С наступающим праздником. Это было экспертное мнение. Надеемся, что наши советы помогут вам лучше подготовиться к Новому году и встретить его в великолепном настроении. Да, далее у нас новости. Все самое интересное за день. Не пропустите. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова